Всем привет! Спасибо большое, что подписались на мой канал здесь. Попробую протестировать эту новую площадку Дзен, как здесь пойдет вообще вот эта вот все загрузка, видео, просмотры. И решила такое тестировочное видео записать, посмотреть, что к чему. Спасибо огромное всем тем, кто сейчас будет смотреть это видео. Я очень вам благодарна за то, что вы проявили интерес и зашли на мой канал. Девчонки, а сейчас я хочу с вами протестировать новинку. Вот он вот такой бюджетный сейчас, это довольно актуальная тема, потому что, ну, сами понимаете, что все равно ценник прилично вырос, катастрофически высоко. И, конечно, хочется найти какие-то довольно такие альтернативы с хорошим составом, но в то же время с хорошим эффектом, чтобы кожу не портили, да, это тональные основы. Первое, что я буду использовать сейчас, это вот такой Luxe Visage Evolution. Все названия подпишу внизу, посмотрим, как это будет. Там есть инфобокс, либо нету этого инфобокса, не знаю, как будет. Тон выравнивающий с натуральным матовым финишем от Luxe Visage. Очень много на него тоже видела хороших отзывов и видела эффект до, после и так далее. Поэтому очень интересно сейчас будет посмотреть, как и на камере он смотрится. Я вчера его первый раз носила на себе. И вперед забегая сразу скажу, что эффект мне очень понравился, особенно через какое-то время, когда он начинает усаживаться, где-то через минут 20. И я пришла с улицы, у меня был интенсивный такой день, я работала, я была иногда в маске. И вы знаете, да, на маске он отпечатывается снутри, но при этом он так круто. Я немножко здесь зону зафиксировала пудрой, он как немножко блюрит. Но вот мне хочется посмотреть, как он будет смотреться на камере, да. Потому что это тоже довольно так актуально для меня. Тон 25, у меня Natural. Если что, у меня кожа проблемная. Кто меня в первый раз здесь смотрит, вот как есть, так есть. Так снимаем, да. Мы все естественные и вот такие вот в жизни. Так, смотрите, 20-й тонн бешеный, по сути, должен быть наоборот светлее, но он темнее, чем 25-й. Поэтому отталкивайтесь от названия, отталкивайтесь от тестеров. Потому что, например, у меня 25-й, да, он вообще так вот идеально подошел. Хотя я переживала, что он будет ожелтеть, еще что-то нет. Даже берите вот эти вот повыше цифры. Ну и там какие-то вот эти лайт, которые из первых. Они, конечно, совсем для белоснежек. Сейчас наношу его спонжем, потому что вчера я пробовала кистью. Кистью мне не так понравилось. Посмотрим, как спонжем сейчас будет. Лицо, конечно, не забывайте, чтобы было более-менее подготовлено, да. Там без шелушений, без каких-то таких вот, не знаю, граковевших штучек, частичек. Потому что любой тон, конечно, он все равно не скроет этого, а наоборот подчеркнет. Вот как плохо я так без зеркала, зеркало не взяла. Чунки, сейчас я вернусь, возьму зеркало, потому что к нему удобно крашусь. Прям на штативе стоит у меня. Так, значит, смотрите, тон распределила. Вот по цвету вот он так сходится с шеей. Развлечения, а то вообще идеально просто. Чуть подкрасила брови. Так, сейчас нанесу консилер. Сейчас он усаживается. Вот я вижу, как он меняется на лице. Я не знаю, как это объяснить, но он как-то впитывается. Кстати, я вам не договорила такой момент. Имейте в виду, что вот этот вот тон, спонжем он лучше распределяется, чем кисточка, честно говоря. Хотя у меня кисточка хорошая для тональника. В течение дня, могу заранее сказать, так как я его вчера на себе поносила. Учитывая, что на улице еще нету очень теплой погоды, жаркой, то он пока держится хорошо. Мне нравится, что он в конце дня не пляшевет. Очень хорошо, достойно лежит на коже. Это раз. Второе. Пока прохладная погода, он в себя хорошо ведет. Но я думаю, что когда будет, конечно, довольно тепло, например, 22 градуса и выше, этот тональный крем мне не пойдет лично. Потому что на моей довольно пористой коже, склонной к жирности, эта зона все равно начинает блестеть. Вчера она тоже вечером заблестела. Ее хочется либо матерящей салфеткой пройти, либо слегка еще припудрить. Поэтому он не пойдет. Вот на такое время года, как весна, там зима вообще идеальна будет, потому что он эффект такого немного увлажнения дает очень приятного, комфортного ощущения. Не забивает поры. Нету эффекта стянутости вчера, вот в течение дня, пока я его носила. Это уже говорит о чем? О том, что в тональном креме в этом нету спирта. Это плюс для моей кожи, потому что еда большинства, особенно на каждодневную носку, не сушит кожу, тем самым не выделяет сильно севу. Су скульптура немного. Подсвечивание такое кожа дает, естественно, не подчеркивает мимические морщины этот тональный крем. Вообще, вообще еще слышала, что он очень хорошо разносится, лучше всего это руками. И на самой упаковке, так производителем заявлено у Люкс Визаж, что наносить. Именно вот пальчиками. Поэтому завтра я попробую таким способом. Я беру пудру, вот такая у меня Ларте. Пудра обычная, прозрачная, белого такого цвета. Но она вот, кстати, на катрисовскую, вот эту, мой любимую, тоже похожа. Но у этой состав получше. Поэтому я пока ее предпочитаю. Так, совсем забыла, что у меня есть эта пудра. Ларте. Кстати, золотом яблоки, я видел, продается. Чуть-чуть так. Когда вот пудрой ты фиксируешь, конечно, этот тон, он прям лучший, идеальный. Так становится. Но у меня кожа проблемная, поэтому... Конечно, вот это сияние, оно немножко может подчеркивать вот эту пористость, да. Вот, например, я вчера нанесла сюда хайлайтер. Зря я это сделала, потому что крем и так имеет эффект подсвечивания, да. И у меня вот как-то подчеркнулось это довольно сильно. Да, это красиво, но вот как-то так. Так, румяна Кика. В принципе, хочется какой-то новый оттенок приобрести. Сейчас посмотрю, что-нибудь выберу. Такое более... Такое воздушное, понатуральное. Потому что Кика, они как-то немножко, честно, уже мне надоели. Вот. А какими-то розовыми не особо хочется краситься. У меня есть хорошие, дорогие румяна. Оно вот по цвету как-то мне. Они посоветуют, девчонки, для брюнета какие-то красивые румяна. Такие натуральные, чтобы оттеночек был. На тональный крем все ложится хорошо. Мне нравится, что вот он дает такой мягкий эффект. Нет вот этого, знаете, скребления по коже. Когда ты носишь тон, и он начинает как будто бы, не знаю, как цепляется за нее. И ты не успеваешь его даже распределить. В этом плане все отлично. Далее. Следующее, что я хочу, это накрасить ресницы тушью. Девчонки, тушь. Я вот тут новую сейчас пробую. Это у меня Evaline Extensions Volume. Вот такая вот. Давайте ее и нанесем. На самом деле она, конечно, сейчас не даст тот эффект, который я представляю. Потому что я ее использую сейчас вот уже третий раз. И она еще пока не успела раскраситься. Надо дать время, да, чтобы понять. Но пока мне нравится, что она не отпечатывается. И дает хорошее распределение. Тушь я нанесла. Девчонки, пока она раскрашивается. Это нужно иметь в виду. Потому что она более как-то где-то может приопускать ресницу. Но когда потом она чуть подсохнет, я думаю, круче будет. Вот такая тушь. Единственное минус у нее это цена. Потому что сейчас пока без подорожания пока. Я уже ее брала за 427 рублей. Опять же, это Evaline, да. И такая стоимость, ну, как бы. Вот она считается удлиняющая. Объем и изгиб. Вот. Разделение с точностью лазера. Кисточка мне понравилась. Очень деликатно, хорошо подхватывает. Такая силикона длинная с короткими щетинками средней длины и подхватывает их. Вот. Дальше, что я еще хотела сейчас. Давайте нанесем одну новинку на губы. Так, новиночка. У меня вот такая от К3С 030 от Матсенки. Была вот такая у меня в 010. Очень часто тоже спрашивали. Это вот то же самое. Только получается в новом цвете. Посмотрим, как он такой вот. Довольно яркий, красивый. Но умеренно такой сдержанный. Этот он, конечно, такой более холодный. Оттенок губам придает. Но я его часто использую периодически. Мне нравится. Так, давайте посмотрим. Без карандаша для губ. Класс. Мне нравится, когда ты новое открываешь. Такие приятные ощущения. Очень похож по действию с известным Диоровским. А потому что он придает такой эффект чуть-чуть объему губам. И как будто эффект подкалывания. Счет мятного такого эффекта холодка. Который начинает немножко так щипать. Сейчас вот они становятся немножко более припухлее. Но визуально на глазах губы меняются. Такое есть. Оттенок, конечно, очень красивый. Освежает. Мне нравится. Кажется, любовный расцветативу подойдет. Вообще круто. Универсальный такой, знаете. Вот это 0,30. Если что, липпустер. Красивый. Сейчас знаю, что в многих регионах маски не носят. Поэтому очень актуальна эта тема. Что можно уже на губы наносить что-то. И не бояться, что это сотрется. Либо там маска будет пачкаться. И вы размажете что-то по лицу. Поэтому те, где отменили маски, вас поздравляют. Увидимся с вами в следующих видео. Обязательно покажу вам много еще классных новинок бюджетных. Обязательно следите за моими роликами. Спасибо огромное всем за просмотр и всем пока-пока.